В мае 1998 года зрителям рассказали о некоторых медицинских приборах, которые поступили в родильное отделение городской больницы. Реанимационный столик для новорожденных. Его главное достоинство – наличие источника лучистого тепла, так необходимого новорожденному в первые минуты появления на свет. Еще один прибор позволяет достаточно быстро и точно определить ритм сердцебиения плода перед родами, а наличие в роддоме лампы фототерапии позволяет бороться с желтушкой малышей. На третьей неделе мая 2003 года телевизионщики побывали в управлении производственно-технологического обслуживания и комплектации оборудования. Здесь завершилось строительство при рельсовой базе горючо-смазочных материалов. Она предназначена для хранения и отпуска бензинов, дизельного топлива и газоконденсатов. В мае 2004 года в музыкальной школе состоялся творческий вечер одного из воспитанников учреждения дополнительного образования – Константина Зоткина. 14-летний юноша, победитель окружных всероссийских и международных конкурсов, представил на суд зрителей полуторачасовую музыкальную программу. Сейчас Константин уехал из Губкинского и продолжает свою творческую деятельность в Уфе. В 2014 году молодой человек закончил Уфимское училище искусств по специальности звукорежиссура. В мае 2006 года по инициативе педагогического коллектива 5-й школы при поддержке директора депутата городской думы Николая Шаповалова в городе началась акция «Артем». Ее цель – помочь нашему земляку Артему Никлюенко в решении жилищной проблемы. Молодой человек принимал участие в боевых действиях против бандформирований в Чеченской Республике. Желающих помочь Артему оказалось достаточно много. На третьей неделе мая 2007 года персонал Центральной городской аптеки принимал поздравления. Учреждению исполнилось 10 лет. В то время в аптеке трудилось 39 человек. Из них 15 провизоров и 10 фармацевтов. На третьей неделе мая 2008 года зрителям рассказали о преимуществах системы «Сетевой город». Она дает возможность детям получать новые знания, а учителям, родителям – отслеживать успеваемость юных губкинцев. В мае 2008 года телевизионщики сообщили губкинцам важную новость – вторая очередь водоочистных сооружений готова к вводу в эксплуатацию. Почти два года специалисты тюменской фирмы «Спинакс» строили на территории городского водозабора новую очистную. В 2008 году на объекте завершили пусконаладочной работы. На третьей неделе мая 2009 года в губкинское отделение миграционной службы пришли первые заграничные паспорта нового поколения. Горожане, пожелавшие оформить документы с двумя степенями защиты, уже получают их. В третьей выходной мая 2010 года, а точнее в субботу, в губкинском случился пожар. Сгорел 48-й дом в первом микрорайоне. Тушение пожара, а затем проливка мест возгорания длилась практически сутки. 18 семей остались без крыши над головой. На третьей неделе мая 2011 года губкинские педагоги на научно-практической конференции обсуждали, как будут работать школы города по новым федеральным стандартам образования. Преобразования коснутся не только старшеклассников, но и детей младших и средних ступеней обучения. На третьей неделе мая губкинские прихожане стали свидетелями одного из значимых в жизни города событий. Глава Салихарской епархии, архиепископ Николай провел чин освящения храма святителя Николая Мерликийского. После божественной литургии епископ вручил грамоты, награды и подарки прихожанам. А настоятель храма, отец Валерий, был удостоен нового сана – иерей. На третьей неделе мая 2013 года зрителям рассказали, что в губкинском трудится лучший учитель физкультуры. Преподаватель четвертой школы Гульнара Салахова стала победительницей в номинации «Лучший преподаватель физического воспитания» конкурса «Спортивная элита Ямала». На третьей неделе мая в Порнефтегазе прошел День здорового сердца. В рамках акции в течение всего рабочего дня для сотрудников предприятия было организовано кардиологическое экспресс-обследование и консультация специалистов.